На ней изображен тигр уссурийский. Вы можете, например, посмотреть, как любой спортсмен, он бывает и спокоен, и злой. То есть на одной стороне он изображен как спокойный тигр, на другой он в агрессии. То есть это как бы показывает его многоликость. То есть вот так вот. Наверное, его хозяин. Я думаю, не просто его хозяин, а общество того. Вот. И шутить с ним я бы не советовал. С этим дальневосточным тигром шутки плохи. Теперь об этом знают не только российские мировые звезды гребли. Во Владивостоке сейчас он, самая узнаваемая личность. Заполучить Ивана Штыль на обложку пытаются практически все издания города. Идея изначально была нашего главного редактора. Разместить этого замечательного молодого человека в центре города. Это одна из, наверное, самых сложных съемок вообще для журнала, потому что много времени ушло на выяснение отношений со стражами порядка, потому что инспекторы нам не разрешали снимать, естественно, потому что это треугольник безопасности, который на Кианском проспекте. Когда я подошла с этой просьбой к инспектору, у него было вообще изумительное просто выражение лица, что это вроде бы вообще в своем уме, девушка. Что вы у нас просите? Конечно, нет, ни в коем случае. Но 15 минут, продолжительные такие разговоры, и смогли мы их все-таки на нашу сторону переманить. И они потом тоже там поснимали себе на фотоаппарат свою личную коллекцию. Иван вошел и в топ завидных женихов приморской столицы. Радиоэфиры, съемки на телеканалах – все это подарила Олимпиада-2012, его бронза. В первую очередь талант самого спортсмена, то есть талантливый человек. Второе – это целеустремленность, это работоспособность, это огромное желание победить. И волевые качества очень высокие, поэтому вот и результат такой. Иван Штыль – бронзовый призер летних Олимпийских игр 2012 в Лондоне. Шестикратный чемпион мира, многократный победитель европейских и национальных первенств. Лучший канейст планеты 2010 года. В спринте он – хозяин дистанции. И только переменчивый ветер может спугнуть его удачу. Услышать гимн своей страны и подняться на верхнюю ступень пьедестала – к этому стремятся все спортсмены. Но сколько лет упорных тренировок предшествуют этим феерическим минутам? Чем приходится пожертвовать ради восхождения на спортивный Олимпий? Порой не знают даже самые близкие люди. Увидеть, как вот так по Владивостоку прогуливается чемпион мира практически невозможно. И не только потому, что чаще Иван Штыль находится на сборах, зачастую за границей, даже между спортивными сезонами свободных минут у Олимпийского призера немного. Фигура здесь, фигура там, что не успевает просто даже выспаться нормально. Но для нашей съемочной группы Иван нашел время. Между встречами с чиновниками, болельщиками, юными грибцами и, конечно, представителями нашей журналистской братьи. Хотя на некоторые и из этих мероприятий мы тоже заглянули. Канал вот у нас был. Там 22 тысячи было зрителей. А трибуны были как пятиэтажное здание, может быть, выше, и длиной где-то 600 метров с обеих сторон. Такая труба. И когда начинает там вот этот гул, ты просто слышишь такой... Потому что у тебя все. У тебя вот ты отключаешь полностью все моменты и так вот вперед, вперед. Это сейчас Иван делится опытом и впечатлениями от Олимпиады со школьниками. Хотя, будучи в таком же возрасте, ему пришлось делать свой главный выбор. Спорт. Это его жизнь. Не помню, как назывались соревнования, если честно, но по своему году я выиграл. И училище Олимпийского резерва пригласило меня. И в 99-м году, осенью, я первой... осенью, да, по-моему, если я не ошибаюсь, ранней осенью, я приехал в поселок Лозовый. Там был спортлагерь. И начал заниматься. Вот только до этой небольшой победы, и как позже выяснится, кардинально изменившей жизнь спортсмена, были три года тренировок в родном Комсомольске-на-Амуре. И наставник, который привел Ивана из детского кружка в большой спорт. Мой первый тренер брал Семен Георгиевич. Тренер от Бога, именно детский тренер. Семен Георгиевич Брал, он внутри весь отдает себя. Брал же сюда привез его на соревнования, где его приметили. Отдавать лучших учеников Семену Георгиевичу Бралу приходится до сих пор. Быть может и нелегко, но, говорит, не жалеет. Нет, нет, потому что у нас были такие условия, что вообще мы лет пять не выезжали никуда. Это хорошо, что сюда едут ребята, и пока у нас там еще все такое зачаточное. А вот история расставания родителей с 13-летним сыном имеет различные версии. Родители как бы думали, просто мальчик приедет.